Привет, это Максим Ильяхов, школа редакторов. Сегодня у нас вторая часть видеоразбора курсовых работ выпуска первой ступени 2019 года. Сегодня я разберу пять работ на одну тему. Одна тема будет отношения, служебные романы, браки, разводы. Это, сразу скажу, самая сложная тема, которую брали студенты в этот раз. И, честно скажу, мне ни одна из этих работ не понравилась. Поэтому сегодня я буду жестко критиковать все, что получилось, и показывать вам пути улучшения этих работ. Помимо этого видео, у нас еще впереди несколько других небольших видео, где я буду разбирать другие работы по темам. Но сегодня пять работ только об отношениях. Давайте посмотрим, что получилось у наших студентов. Вообще, меня удивило, что ли, внимание к теме отношений, разводов, служебных романов. Это, по-моему, третья по популярности тема в этом потоке. Я никогда не видел, чтобы столько писали. Ну и, скажу честно, ни один поток пока не справился с этой темой. И я продолжаю ее давать в качестве возможной темы для курсовых. Мне интересно встретить людей, которые реально смогут эту тему. Подать глубоко. Основная проблема в том, что, говоря об отношениях, мы вступаем на очень опасную территорию. Мы можем, с одной стороны, рассказать очень много полезного, исходя из глубокого жизненного опыта разных людей. С другой стороны, этот опыт всегда настолько индивидуальный, настолько неуниверсальный, что если у вас, например, есть личный опыт в браке, в отношениях, в разводе и в каких-то других вещах, это абсолютно не означает, что этим другим людям этот же опыт будет хоть сколько-нибудь релевантен. И в итоге получается, что ты вроде бы рассказываешь вещи, которые сам считаешь очень правильными, но человек на другой стороне читает и думает, это смешно, это забавно, это очень интересно. То есть, запросто может оказаться так, что даже глубокая для вас работа, для вашего читателя, может оказаться совершенно неглубокой, неинтересной, смешной, наивной, забавной, и в итоге вы не добьетесь своей цели. Гораздо проще, конечно, писать на тему, как выбрать бананы или персики или манго, потому что, ну, бананы, они и в Африке бананы, они одинаковые, они лежат на прилавке, и в какой бы магазин ты ни зашел, в принципе, там плюс-минус бананы будут одними и теми же. А вот отношения у каждого человека индивидуальны. Какой рецепт есть у хорошей работы на эту тему? На самом деле, очень простой. Нужно заручиться поддержкой специалистов, эксперта, у которого не один опыт брака есть, на котором вы выстраиваете свою работу, не один опыт развода, не одна плаксивая, сопливая история о том, как я там развелась, или вот меня бросил муж с детьми, и вот я теперь. Нет, нужен человек, который каждый день с утра до вечера принимает людей с проблемами, связанными с браком. Это может быть семейный психотерапевт, сексолог, психолог, кто-то, кто, в общем, постоянно с этим работает. И вы заметите, что если вы такого человека себе подключите, очень быстро у вас наберется очень хороший материал для вашей статьи. Вы зададите ему вопросы, слушай, почему в России люди разводятся, и он вам скажет, ну, знаешь, проблем типа пять основных. И вот ваши пять основных проблем – это уже ваша статья. К сожалению, многие так не сделали, и вместо того, чтобы подключить эксперта, вы стали писать на основании собственного опыта, или хуже еще, на основании каких-то крайне недостоверных данных или сомнительных исследований. Ну, и это все привело к тому, что часто работы выглядят крайне слабо. Но это все присказка, давайте смотреть на сами работы. Первая работа... Чья? Наталья Яршинская. Как закрутить роман с коллегой и сохранить карьеру? Тут сразу справедливости ради скажу, что заголовок нормальный. То есть, если бы я встретил такую статью в соцсетях, наверное, я бы даже кликнул, потому что здесь сформулировано полезное действие. Если мы сравним там с рядом других работ, типа, что у нас было... Просто заголовок «Служебный роман» или «Когда четыре причины отложить свадьбу» или... Ну, вот еще более-менее, да. В целом нормальный заголовок, да, и хорошо, что вы подумали о полезном действии с точки зрения читателя, это замечательно. Тут можно придумать, почему мне это хочется читать. Дальше начинаются проблемы, и начинаются они, ну вот, например, отсюда. Тут некое есть введение. Кстати, я вам сразу скажу, что вот когда вы пишете статью, и у вас одна основная колонка, вот здесь более-менее сделано, смотрите. Тут довольно узкая строка, и сбоку там некая картинка по ширине, это нормальная ширина текста. Вот здесь по ширине уже многовато. Просто возьмите за правило, когда вы что-то пишете именно текстовое и изобразительное, просто делайте более узкую колонку, где-то, ну, там, посюда, например, да. Но даже это многовато. Вот, на самом деле, вот такая ширина колонки для такой задачи более чем. Потому что когда у вас длинная строка, давайте вернемся, когда у вас длинная строка, мой глаз идет вот сюда, 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 ему нужно перейти на следующую строку, он должен проделать довольно большое движение. Вот, отсюда, да, вот сюда, вот, типа, был здесь, должен пройти сюда, и из-за этого не всегда легко читать. Там, где четыре строки, еще более-менее это можно с этим смириться, а когда этих строк больше, уже проблема. Другой способ эту же задачу решить, если вы хотите текст на всю ширину, просто кегль больше сделайте, типа, вот там, вот так вот, да. И у вас, видите, размер больше, строки, конечно, нужно будет там поставить чуть-чуть более вольготно, там, на капельку. И тогда будет тоже легко читаться, это будет такой же, так называемый лид. Ну, это вот я сейчас вообще уберу. И это читать тоже можно более-менее, потому что глазу легко ориентироваться в этом количестве текста и легко перепрыгивать отсюда сюда. Но, как было, конечно, так не очень хорошо. Ну, и здесь вы создаете Дашу и Пашу телевизионщиков из Провенциальска, ну, и назвали бы из Москвы, там, или из Краснодара. Вы, вы, тут есть, кстати, проблема, да, давайте, как на текст это посмотрим. Смотрите. Вот вы, давайте сравним сразу. Даша и Паша слева у нас будет Провенциальск, а здесь будет из Омска. Они познакомились в офисе просто телеканала, куда пришли работать корреспондентами и так далее. И вот смотрите, когда вы говорите Провенциальск и Глуш ТВ, вы смещаете фокус с вашего повествования, в вашем повествовании с Дашей и Пашей, ради которых эта история делается, на Провенциальск и Глуш ТВ. Вы начинаете заигрывать с читателем, хотя большого смысла в этом на самом деле нет. То, что они в Провенциальске, в вашем выдуманном, не влияет на историю. А вы создаете вот эти дополнительные детали, из-за которых акцент смещается и в тексте появляется ощущение хаоса. Избегайте этого. Оставьте просто Омск или из небольшого провинциального города. Все, обстоятельства остались на фоне и как бы там и живут. А теперь мы фокусируемся на героях Даши и Паши. Так тоже можно. И главное здесь не переигрывать в обстоятельства, чтобы они не перетягивали на себя внимание. То же самое Глуш ТВ. Нет абсолютно никакой необходимости выдумывать это. Просто телеканал. Ну окей, вы придумали персонажей, они могут существовать. Вот это Даша и Паша, наверное, да, я в это верю. Ну и из хорошего в этой работе, что дальше вот этот стиль изображения, стиль иллюстрации сохраняется. То есть вот эта картинка, дальше вот эти картинки, они все фирменные, они все окей, они все как бы связывают эту работу. В целом есть ощущение устойчивости и предсказуемости этой работы. Это мне нравится. Дальше начинаются странности. Первая странность, это в первом разделе вы начинаете мне продавать идею, что как здорово иметь отношения с коллегой. И вот вы говорите, отношения с коллегой это приключения, а дальше основные преимущества отношений с коллегой. Такое ощущение, что вы пытаетесь мне продать идею, что мне нужно закрутить роман с коллегой. И дальше вы прям говорите, желание бежать на работу, предмет страсти в поле зрения, человек как на ладони. Это похоже на подход как бы рефератный. Вы сначала изучаете предмет, а потом какие-то делаете выводы. Но ведь люди, которые кликнут читать эту статью, им уже кто-то нравится на работе по идее. Ведь мало кто ходит по интернету и такой, что-то я сегодня вот роман не закрутил с коллегой. Надо с какой-нибудь коллегой роман закрутить. И при этом сохранить карьеру. О, как раз статья об этом. Такого же не бывает. И люди гораздо чаще уже им кто-то нравится, но они там что-то побаиваются. И, соответственно, продавать им эту штуку вообще не надо. Это лишний раздел. Надо сразу... Вот первый этот раздел нужно было просто отпилить и сразу начать с того, какие проблемы могут быть от романа с коллегой. И вы тут делаете не очень... По сути, вся ваша работа могла быть без первого раздела. И, соответственно, весь второй раздел, так как у вас большая часть работы – это весь второй раздел, вам вот этот подзаголовок не нужен. То есть, по сути, у вас был бы только вот этот вот заголовок. И сразу проблемы, какие вы будете решать. И, соответственно, полезно будет вот эту штуку переделать. И давайте посмотрим на визуальную структуру этой штуки. Чтобы вы увидели, в чем тут сейчас проблема с подачей. У вас здесь активный заголовок отношения с коллегой этой проблемой. И вы здесь, внутри этого заголовка, сделали еще подзаголовок. Я вас предупреждал насчет вложенной структуры. Вы меня не послушали здесь и сделали вложенную структуру. То есть, вот этот раздел, основной несущий раздел вашей работы, то место, где у вас реально происходит рассказ, у вас находится в глубине подраздела. Ну, или в глубине раздела. Это как бы подраздел вашей статьи. Из-за того, что вы так это спрятали, у вас в целом вся структура выглядит расшатанной, несбалансированной. У вас один раздел помещается на один экран, а второй раздел помещается на четыре. У вас разбаланс в объеме разделов. И все это потому, что вы устроили вложенную структуру. Что нужно было сделать здесь? Вот это отпилить. У нас была с вами статья, в которой я рассказывал о том, что нам нужно сокращать количество неинформативных повторов в заголовке. То, что это проблема и то, что это номер, это нам не нужно здесь. Это убираем. Этот текст сейчас я временно уберу, потому что он мне тоже тут сейчас пока ничего не дает. Ключевое происходит вот здесь, вот в этом месте, в сплетнях, в команде. Что нужно было сделать? Нужно было вот это сделать крупнее. Ну, можно взять там текст и написать нормально. Сплетни дан, да? Сплетни в коллективе. Взяли. Написали это крупно. Все, вот теперь у этого есть визуальная какая-то штука. Я теперь могу этим здесь навигировать. И если я так повторю, так, раз, два, смотрите, ревность шефа. Вот, у меня уже очень легко навигировать по этой работе. То есть, она у меня стала гораздо более модульной, гораздо более предсказуемой и понятной. Хотя вы, ну, мы бы здесь просто поменяли заголовки. Сделали более модульно, сделали более наглядный, яркий, большой заголовок. И если вам, ну, очень хочется, ради бога, напишите, хорошо, проблема первая. Один. Но вы увидите, что в этом нет абсолютно никакой необходимости. Эта бирка, нумерация этих проблем, ничего не значит. Это же не последовательность этих проблем. Это просто набор проблем, которые могут пойти в любом порядке. Поэтому их нумерация здесь совершенно не нужна. Зря вы это сделали. Вот это то, что касается структуры. То есть, в плане структуры достаточно было сделать вот так. Тут хорошая была бы вещь. У каждой проблемы есть картинка, пара абзацев текста. Сладенько, хорошо. Можно было бы так сделать. Ну, и теперь посмотрим на текст. Администратор Маша главная сплетница. Она любит упасть на уши оператору Кости, режиссеру Виктору и журналистке Юле. На кой черт вы придумали себе столько, такое количество людей? Это что, пьеса, где важен каждый герой? Вот оно важно, что оператор Костя, режиссер Виктор и журналистка Юлия, именно что их так зовут? Вот давайте просто сравните, что было бы, если бы вы не утопали в этих придуманных деталях. Причем, понимаете, я же уже осознаю, что вы выдумали этих людей. Я понимаю, что эти люди здесь просто декоративные, стоят на фоне. Это, друзья мои, буратинки. А буратинки, это очень плохо. Это значит, что вы создали персонажа, который исполняет только какие-то служебные функции, при этом перетягивает на себя огромное количество внимания. Вот у вас ровно эта ситуация. Вы рассказываете, что администратор Маша главная сплетница Глуш ТВ. Допустим, на телеканале работает администратор, и она главная сплетница. Точка. Она любит упасть на уши коллегам и типа что? И все рассказать, и пообсуждать, что с кем происходит. Паша, вот у нас есть герой Паша. Вот герой должен остаться Пашей. Всю дорогу мы должны его называть именно так. Остальные люди, которые случайно тут появились и заполонили мозги, их там быть не должно. Все неважные обстоятельства должны стоять где-то фоном. Паша понял, что воевать с признанным слухом значит тратить время. Он вспомнил честного чиновника Клюева и решил отвечать на вопрос с Адаши без комментариев. Не то чтобы это эффективный путь, зато экономит время. Очень, тут очень какой-то ватный вводный текст. Я не понимаю, что вы хотели сказать. Сначала, может быть так вы имели в виду, и пообсуждать. Сначала Паша хотел с ней бороться, чтобы она не распространяла слухи, но в итоге сдался. Теперь он отвечает без комментариев. Ну так, наверное, можно. У вас, вы утопаете здесь в деталях, утопаете в бесконечном количестве каких-то обстоятельств, которые не помогают понять проблему, а наоборот отвлекают меня от главной вещи. Из-за этого ваш текст очень быстро теряет фокус, и мне очень тяжело его читать. И вот это вот не то, чтобы это эффективный путь, зато экономит нервы и времени. Это нам надо здесь. О чем ваша работа? Это ваша работа о том, давайте вспомним, как сохранить карьеру. Вы должны были об этом рассказывать. И вот к этому тексту отвечает без комментариев. А теперь у меня вопрос, это помогает сохранить карьеру или нет? Читаем. Доказывать слабая позиция. Если вы с объектом влюбленности открыто флиртуете, вдвоем убедуете, вместе покидаете офис, будьте готовыми к ненужными разговорами за спиной. Что значит? Значит, на самом деле, вот оно. Вот важное. Будьте готовы к тому, что за спиной о вас будут говорить. Парам, которые хотят дальше скрываться, лучше никак не реагировать. Остальным стоит поговорить с чьим сотрудникам и признаться, что вот. Значит, смотрите. То есть первый абзац. Установочный, который ничего абсолютно не давал. Вы просто продолжаете рассказывать историю выдуманную, которая неглубокая, неинтересная, она абсолютно постановочная. Я хочу продраться сквозь это как можно скорее. Дальше ваш совет, уже как бы сутевая часть, начинается вот здесь. Если вы флиртуете, о вас будут говорить. Вот это нужно было написать. Коллеги будут говорить о ваших отношениях. Обсуждать там типа прямо за вашей спиной или между собой. Дальше что? Если вы хотите скрывать отношения, вам не стоит на это реагировать. Продолжение следует. И теперь маленький момент насчет того, как давать советы. Вы вот здесь говорите. Поговорите с ключевыми сотрудниками команды и признайтесь, что вам это неприятно. Искренность работает. То есть то, ради чего я читаю эту статью, кроется вот в этом предложении. Но оно там зашифровано. Вы не рассказываете, как решить эту проблему. Вы просто это решение упоминаете. А мне для того, чтобы эта статья была полезной, мне нужно, чтобы вы меня прямо провели за ручку по этому разговору. Вы должны мне помочь этот разговор провести. Для этого мне нужны примеры фраз. Мне нужно, чтобы вы мне показали, как этот разговор провести, как на него выйти, о чем говорить, о чем не упоминать. Что если вас об этом спросят, что если об этом спросят, что если о том спросят. То, что вы сказали, поговорите, это, знаете, это советы из серии «Будь умным, а глупым не будь». Типа, ну, ведете себя откровенно, искренне и говорите о своих чувствах. Слушайте, об этом пишут все абсолютно, это уровень журнала Вандерзин. Нам нужно гораздо выше, гораздо глубже. Для этого нужны конкретные советы. Ключевой сотрудник – это ваш руководитель. Или там кто-то еще. Договоритесь с ним о встрече и честно, прямо и без, там, типа, обиняков или как-то и без прелюдий расскажите о том, что происходит. Не сглаживайте и не что-то там еще. И теперь самое важное. Вам нужно обязательно теперь привести примеры, как это делать, и как это делать не надо. Вам нужно сказать, например, вот это вот, типа, неправильно так делать. Неправильно. Ну, вот, мы тут с вашей, там, о вашей, нашей, Машей, немного это самое, но это, ну, так, несерьезно, просто. И вы пишите, как не надо говорить. А потом вы пишите, как надо говорить. Олег, у нас с Машей Роман. Мы встречаемся и скоро будем жить вместе. Если это будет проблемой для компании, мне нужно знать это, об этом заранее. Вот это сердце ваших советов. Это то главное, ради чего читатель может увидеть пользу в вашем материале. Именно ради этого должна быть статья написана. У вас это все упаковано в одно маленькое предложение. Вы не даете конкретных рекомендаций, вы просто их упоминаете. Из-за этого она становится просто трепом. Просто пустой треп, как бы ни о чем. А это важнейшая часть. Обязательно нужно было в каждом разделе это сделать. То есть, вместо вот этой длинной игривой прелюдии, сразу к делу и сразу приводите антипримеры и примеры. Это главное, что должно быть в вашей работе. Следующая работа Натальи называется «Служебный роман. Увольнение за чувства». Сразу скажем, что, во-первых, изображение фильма «Служебный роман» вы используете не по праву. У вас нет на это прав, это юридический риск. И самое главное, оно не только не по праву. Оно еще не нужно здесь. Потому что, во-первых, все видели этот фильм. Ну, кто не видел, тот посмотрит ближайшие полгода-год. И это абсолютно неинтересный кадр. То есть, сам фильм замечательный и великолепный. И сделать работу по фильму «Служебный роман» – это было бы блестяще. Прямо разбираем культурные стереотипы, которые есть в «Служебном романе». Сексистские стереотипы в «Служебном романе». Кстати, на полях отмечу, что ни в одной работе про отношения и сексизм, и служебные романы нет ни слова о движении «Метту», «Гарри Вайнштейне», «Кевине Спейси» и всех этих делах, которые произошли реально в 2019 году. Ваши все абсолютно работы можно было взять вот так вот, перенести в 2009 год на 10 лет назад, и все бы нормально точно так же работало. Ваши работы не актуальны. Они не отражают то, чем живет сейчас время. То есть, вы просто проигнорировали огромный мощный культурный слой, пласт, который сейчас происходит. Одна работа была про право женщины на оргазм, но там настолько все плохо, что оно даже не войдет сейчас в опрос, в этот разбор. То есть, вы просто проигнорировали то, о чем люди говорили в этом году. Это прям плохо. И то, что вы используете кадры с фильма... Интересно, какого года фильм? 77-й год, судя по всему. 45 лет этому фильму. 42 года. И вы его используете на иллюстрацию к вашей работе в 2020 году? Не-не-не-не-не. Это совершенно не то. Ну и дальше смотрим на заголовок. Служебный роман «Увольнение за чувство». Встретив это в соцсетях, зачем мне это читать? Вообще никакого повода. Нет ни одной причины мне это читать. Факт того, что вы это написали, не означает, что мне об этом нужно читать. Открывайте Максим Ильяхов. All slash Prisma. Вот статья. Что делать, чтобы статью читали о полезном действии? И учите эту презентацию наизусть. Потому что здесь есть то, из-за чего люди вообще читают. А читают они, потому что есть вот такая вот вещь. Призма из три измерения. Прагматика, социальная или эмоциональная. Прочитайте, пожалуйста, это и вникните в этот материал. Вы здесь просто решили написать про сцену тему служебного романа. Это не читается. Ну, дальше смотрим на структуру. Почему увольнение за служебный роман не то, чем кажется на первый взгляд? Да мне неинтересно это. Если у меня служебный роман, я хочу понять, как мне не развалить карьеру, не испортить себе жизнь или жизнь другому человеку. Если мне просто это в целом интересно, то я не знаю, в чем, почему мне это будет интересен, такой заход. Роман, причина или повод увольнения? И что? Служебные романы были, есть и будут, чтобы мы не говорили, как бы не пытались контролировать этот процесс. То есть вы подчеркиваете, что вы пишете о чем-то обыкновенном, существующем и не подлежащем контролю. В чем, зачем это все читать? Вы не даете читателю никакого повода это читать. Дальше. Да, увольняют не за романы, зато прекрасно увольняют за... Я не понял, роман, причина или повод увольнения? Тут написано, увольняют не за романы. Вы мне морочите голову. Как сберечь роман от коллег? Погодите, вы хотели, чтобы я сберег роман от коллег? Из-за того, что у этой статьи нет полезного действия, нет направления, дальше ее структура, как бы вы не поставили заголовки, она все равно будет расхлябанной и ни о чем. Вам нужна четкая формулировка, зачем, куда статья эта движется. У вас этого здесь нет, вы просто пишете эссе на тему служебного романа. Ну и, собственно, я вот смотрю на эту статью. Тут нет иллюстраций, тут нет каких-то явных акцентов, тут нет полезного действия. Это единственная иллюстрация, это фотография автора, которая превратила служебный роман в счастливый брак. То, что один человек смог это сделать, во-первых, ни о чем не говорит, но даже если бы эта статья была о том, как я смогла превратить служебный роман в счастливый брак, где-то здесь должно быть написано, что и должен быть рассказ об этом хотя бы на уровне заголовков. У вас здесь просто эссе на тему служебного романа. Да, это сложно, но все же страхуйтесь в местах, где вы встречаетесь, в фотографиях, в соцсетях, в совместных чекинах и даже в отпуске. Хотя бы изредка берите отпуск не в те же недели, что у вас партнер и отдыхайте раздельно. Но это очень поверхностные советы, они поверхностные, они не детальные, я не смогу им последовать, вы мне ничему не учите. Вы просто обозначаете примерно, как там, о чем может быть. Вспоминайте вот этот текст, вот это вот совет, которому я могу последовать, вот это советы, которые я не могу следовать. Покажите мне два скриншота совместных чекинах, как правильно, как неправильно, тогда я в это поверю. Фотографии в соцсетях, покажите мне людей, которые палятся и которые не палятся. Это будет гораздо эффективнее, чем просто такое перечисление. Ну и как бы дальше роман и статистика. Я не понимаю, зачем мне читать про статистику, я не понимаю, зачем мне это нужно. Вы ссылаетесь на антирабство, это не авторитетное агентство, оно, в смысле, в плане трудоустройства, оно, наверное, авторитетное, но в плане статистики точно нет. И вот если бы вы Алену Владимирскую привлекли или кого-то из антирабства в качестве экспертов, которые бы нам что-то рассказали бы и объяснили бы, как это работает, с фотографией там, со ссылкой, с объяснением, это было бы, наверное, нормально. Здесь просто на основе данных проекта антирабства можно говорить, что это не вызывает доверия. И как-то кончается очень резко статья, нету финала, сразу начинается подвал. Ну, в общем, вы просто как бы не сделали, работа неудачная. Следующая работа Светы Гудым. Что мы узнаем об авторе изначало? Что она работала в корпорации, где была горячая линия по борьбе с харассментом. Тут есть существенная проблема, она будет не только в этих работах, она будет, в принципе, почти во всех работах, там, не из топ-10. Вы ставите механически вот здесь фотографию возле заголовка, как будто вы пишете статью в Тинькофф журнал. Но в подписи к этой фотографии вы никак не обосновываете, почему вам стоит доверять. То есть вы просто говорите, вот я Света, я работала в корпорации. Я рядом стояла с тем, где был харассмент. Все. Нет повода абсолютно доверять вам, прислушиваться к вам, общаться с вами на эту тему. Вы не даете мне этого повода. И это проблема выбора темы в первую очередь. Что вы выбираете темы, в которых у вас лично нет опыта, и вы пытаетесь это подчеркнуть в начале статьи. Тут важно понимать, что это не обязательно ставить в начале статьи фотографию. И не обязательно под фотографией всегда писать, какое вы отношение имеете к этой теме. Вы можете поставить свое имя в конец этой статьи. Если статья интересная и нужная, и там внутри есть хорошие ссылки на хороших экспертов, ваше имя может стоять в конце. Вам не обязательно ставить свою фотографию и расписываться в своей некомпетентности или отсутствии опыта в самом начале. А когда вы так делаете, вы, собственно, это и делаете. Ну вот, я не имею опыта в теме, о которой пишу. Говорит нам фактически Света. И, собственно, вот. Ну что дальше? Семь правил служебного романа, как рыбку съесть и... Фотография, ну, иллюстрация не связана никак с темой. Сюжет о любви босса и подчиненного стар как мир. И все же советую посмотреть фильмы «Девушка на мосту». Никакой истории любви, только французская неоднозначность, страсть и декаданс. Фильм справедливо получил престижный премий. Это притянутая за уши иллюстрация. То есть, вы просто поставили сюда картинку ради красоты. Юридически она рискованная. Пользуя от нее не особо. И, ну, дальше вопрос. Как же иллюстрировать статьи про отношения? Ну, вот так, например. Смотрите. Вот на фотографии все абсолютно понятно. Все очень четко, хорошо сказано. Тут непонятно и нечетко. Вот. Ну, дальше что? Семь правил. То есть, я ожидаю, что здесь будет семь правил. Что я вижу? Романтические отношения стали обыкновенным чудом. Это заголовок игровой. Обыкновенное чудо – это что? Это цитаты из фильма, это цитаты из пьесы. Что вы имели в виду? И это не правило служебного романа. Как регулируется... Ну, вот на плашке – нормально. Как регулируются служебные романы в России – хорошо. Как поступить, если вас накрыли к чувству коллеги? И опять у нас, пожалуйста, убедитесь, что это взаимно. Опять, видите, у нас раздел, и в этом разделе подраздел. И эти подразделы не сбалансированы. У них есть разные разделы. То есть, при том, что материал там в целом дальше интересный, вы организовали его не структурированно. Сколько раз я вам говорил, не используйте вложенную структуру, вы продолжаете использовать вложенную структуру. Вот, есть статья. Вложенная структура – ата-та. 200 лет этой статье. Сколько ей? 14-го года. 5 лет статье. И вот, как неправильно. Раз раздел, подраздел, внутри подраздела материал. Уплощайте эту структуру. Делайте эту структуру плоской, чтобы читателю не нужно было разбираться, в каком он подразделе сейчас находится. И, соответственно, здесь вам не нужен был вот этот раздел «Обыкновенное чудо». Вам не нужно доказывать, что служебные романы везде происходят. Потому что читатель вашей статьи, он уже замешан в служебном романе. Он уже в кого-то влюблен. Ему уже нравится какая-то девушка или юноша, с которым они хотят служебные романы, и они боятся, например, проявиться, чтобы не испортить свою карьеру. Им помогайте, служите читателю, а не пишите про странное эссе на тему служебных романов. Нет такой цели. Поэтому вот этот раздел не нужен. Вот этот раздел может быть, но только потому, что он стоит на плашке. И дальше этот подзаголовок не нужен. Сразу ставьте вот эти подзаголовки, убедитесь, что это взаимно. Тут текст более-менее нормальный, вот сердечко не нужно здесь. Так, что у нас здесь? Примеры притеснения агрессивного поведения. О, скриншоты запретов в кодексах делового поведения для сотрудников медиакомпании Томпсон Рейтер справа и пищевой корпорации Пепсико слева. Значит, смотрите. Подача. То есть то, что вы привели эти штуки здесь, это очень хорошо. Очень плохо, то как вы это сделали. А сделали это плохо? Почему это плохо? Потому что вы не навели порядок визуальной подачи этого узла. Давайте вот это нижнее отпирим, чтобы у нас было пространство для маневра. И первое, что мы сделаем, это уберем подпись. Смотрите, ваша структура как выглядит. Вы сделали раз блок контента, два блока контента, то есть два иллюстрации, и между ними вот так вот втиснули что-то. При том, что вот эта штука, она, как бы, в нее пространство затекло. В это пространство не затекло, оно на плашке. И вот эти штуки между собой еще очень похожи. У вас фотография, ну иллюстрация, вот эта иллюстрация, и текст, подпись к ней абсолютно одинаковые по графике. Поэтому это отпиливаем. Убрали и сразу вытянули так, как положено делать в подписях. Раз. Погодите. Справа и слева. Пепсико. Будет здесь, да. А это рейтер. То есть вот здесь будут эти две штучки. Это не надо. Так, это где-то сейчас здесь останется. Дальше. Нам нужно их привести к единому виду, чтобы эти штуки выглядели похоже. Ну и для начала я их все сделаю более-менее одинаковыми. Хотя бы, хотя бы обе поставлю на темный фон. Раз. Так. И два. Так, второе. Теперь я могу. Так. Например, да. Теперь я могу. Видите, они у меня стоят. Они больше похожи друг на друга. Но пока что они смешаны с основным текстом. Теперь я возьму, их объединю на единой какой-нибудь серой плашке. Ну там. Давайте. Например, вот такой. Так. Вот. Уже лучше. Сейчас вот это все все-таки склеим. Так. Так. И давайте вот так. Ну и, кстати, ничто не мешает их десатурировать. Это, в общем-то, не проблема, согласитесь. То есть, то, что они синие, нам совершенно не важно. Достаточно просто показать, что это ссылки. И осталось нам теперь их между собой подружить. Для этого мне всего лишь навсего нужно вот эту штуку дотянуть вот до этого. До конца. Так. Раз. И что? Ну, можно еще и поля у них синхронизировать. Так. 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 Ну, хочется полей, конечно, побогаче. Давайте сделаем больше полей. Типа такого. И уже, смотрите, гораздо нагляднее. Сейчас можно вот, наверное, вот так нормально будет. Вот так вот сделаем. Что мы здесь сделали? Мы показали, что это некие листы. Издалека видно, что это на плашке, что это иллюстрация. Что они похожи друг на друга по смыслу, хотя и в разных компаниях. Подписи стоят там, где положено стоять подписям. Можно вот это, кстати, убрать вот так. Сократить, приклеить, уменьшить. Ну, красота же. Ну, а если там вообще захотите крутоту сделать, еще и можно тенюхи кинуть. Вообще будет великолепно. Там сверху. Так. 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 Ну, типа такого. Теперь видно, что это листы. Они стали объемными. То есть вы поставили те же самые иллюстрации, но вы навели в них порядок. Они теперь выглядят похоже, выглядят последовательно. И это важнейшая вещь. Именно для этой истории, чтобы у вас статья в целом выглядела упорядоченно. Вот. Ну, дальше просто смотрим на материал. Узнайте правила игры вашей компании. Посмотрите внутренние политики. Какова официальная позиция. Должны ли вы прийти с повинной в HR отдел. Тут хочется деталей тоже. Типа в некоторых компаниях нужно, в некоторых не нужно. Там где-то нужно писать объяснительные, где-то нужно вставать на учет. И, короче, расписать это глубже. Покажите, что вы разбираетесь в теме, о которой говорите. А не просто слышали об этом где-то со стороны. Не заводите романтические отношения с вашими подчиненными и начальниками. Тут вот неплохо, да, про не спи с тем, кого можешь уволить или кто может уволить тебя. Тут окей, но тут та же проблема с иллюстрациями. Что их нужно упорядочивать. Нужно ставить это в браузеры. Ну, в смысле, в рисунки браузеров. Нужно ставить это на плашки. То есть, должно быть ощущение упорядоченности. Сейчас из-за того, что у вас скриншот по графике очень похож на основной текст, нет этого ощущения. Есть ощущение хаоса. И плохо, что вы... У вас тут сверху надпись и снизу еще надпись. Слева и справа. Вы как бы подписи втуливаете в какие-нибудь дырки, которые у вас есть в макете. Из-за этого дополнительное ощущение хаоса. Так, держите в секрете коммерческую тайну. Это все хорошо. Не используйте рабочую почту. Не делитесь личными подробностями. Вот вы пишите. Вот я прямо вижу. Смотрите, пятый пункт. Не используйте рабочую почту для личных переписок. Две строки. Предыдущий раздел. Два абзаца. Предыдущий раздел. Два абзаца плюс иллюстрации. Гораздо лучше, когда у вас все разделы примерно одинакового объема. То есть, у вас, например, может быть абзац, две иллюстрации, как неправильно, как правильно. Или два абзаца, две иллюстрации, как неправильно, как правильно. Или два абзаца, примеры и иллюстрации. Не должно быть раздела в статье, в которой две строки, а дальше потом в другом два абзаца. Ну, это можно, наверное, делать по каким-то большим праздникам специально для некого артистического эффекта. Но в данном случае это явно не оно. То есть, оно выглядит просто непроработанным. Хочется здесь примеров, иллюстраций, а их тут нет. Делитесь личными подробностями с коллегами. Та же история. Один абзац без иллюстраций, без примеров не работает. Нет глубины, нет антипримеров. Без этого статья выглядит плоской, поверхностной, не очень крутой. Шифруйтесь, то же самое. И бонусный совет. Думайте на три шага вперед. Что вы будете делать, если поругаетесь? А что, если ваш роман придет не по нраву компании? Так вы будете решать вопрос совместных отпусков, если, к примеру, работаете в одном отделе. Вот здесь вот та же проблема абсолютно. Вы обозначаете проблему, не даете решения. А я в вашу статью пришел для того, чтобы вы мне дали решение. И получается, что у вас как бы поверхностно как-то обозначены возможные проблемы. Но вы не работаете с конкретными моими действиями, не даете мне советы. И статья пустая. Вот и все. Вот поэтому мне не нравятся эти статьи. Что вы вроде бы сказали «а», но даже не договорили предложение. Здесь нужны примеры, иллюстрации, советы. Вот примерно, как я вам здесь написал. Вот так. Когда нельзя жениться. Написано в заголовке в следующей работе. И называется работа «Четыре причины отложить свадьбу». «Анна Зименкова не спешит выходить замуж в третий раз». Не знаю, может быть я как-то предвзято отношусь к этому. Может потому, что у меня уже третий, ну я недавно, у меня была третья свадьба в жизни. И поэтому я очень внимательно отношусь к этому материалу. Открывая такую статью, я хочу поговорить с человеком, который реально имеет некий опыт. Когда человек говорит, что она дважды выходила замуж, и у нее не получилось, и она не спешит выходить замуж в третий раз. Короче, здесь должно быть написано. Эксперт по семейным отношениям помогла двум тысячам пар установить отношения или безболезненно расстаться. Вот такому эксперту я готов доверять. Человеку, у которого просто что-то не сложилось или сложилось, но не так, как я представляю себе, я доверять не готов. И меня здесь можно прекрасно понять. Потому что я... Эта тема очень деликатная. Эта тема такая же по деликатности, как урология, ну вообще здоровье, материнство, беременность. Очень сложно представить, что человек просто такой, а сейчас доверю первому встречному свою личную жизнь. Конечно же нет. Ну, понятная проблема с фотографией. Нету здесь прав на нее, и она здесь так не очень-то нужна. О, Господи, ссылка на Лобковского. Ребята, Лобковский это очень плохо. Ну, то есть, это как... Я не знаю. Ну, типа, ссылаться в медицинских статьях на Елену Малышеву, это более авторитетный источник, чем Михаил Лобковский в психологии и психотерапии. Так что, ну, это просто чувак устраивает психологические шоу, где он говорит, если тебе не нравится твой муж, разведись с ним. Просто дает такие огульные советы. Любой психолог вам скажет, вы что, Лобковский, это вообще не про психологию. И ссылаться на него? Нет. Два раза тем более. Потом вот это вот изображение, мэн, ловер мэн, что вы хотели этим сказать? Что, ну, во-первых, это не ваша картинка, а во-вторых, это метафора, метафорическое изображение некоторой темы. Это не схема, это вы не схематично отображаете, вы манипулируете моим представлением. Это не очень хорошо. Ну и дальше. Хорошо, я понимаю, четыре причины отложить свадьбу, это нормальная тема. Нормальная тема для статьи, если я, там, думаю о свадьбе и сомневаюсь, или если я, там, мне сделали предложение, я думаю соглашаться или нет. Или если я планирую дату свадьбы, вот в этом моменте меня можно поймать и показать мне эту статью, я на нее могу кликнуть. С чего она... А, дальше смотрим на визуальную подачу. Написано, четыре причины отложить свадьбу, видно ли вам первую причину сразу сходу? Вот посмотрите на это место. Мне не видно, потому что причина написана вот здесь, и она очень плохо выделена. В этом месте нужно было очень просто взять и вот это написать жирно и крупно. Раз и болт. Ну вот уже видно, видна первая причина. И вот здесь теперь... И вы же мне заявили, что причиной будет четыре. В принципе, если очень-очень хочется, можно еще и бирочку приклеить вот такого вида. Ну вот так, да, например. Ну, естественно, вот эта штука должна сильно ниже отъехать. Будет лучше. Вот теперь визуально я вижу. Ага, мне тут обещают четыре причины. И вот первая причина. Вы зависите от родителей материально. Дальше смотрим на то, как написано. Вы зависите от родителей. Я от родителей материально не завишу. Когда вы за меня такое говорите, вы нарушаете границу читателя. Вы можете у него вызвать ощущение защиты, подъем его критического мышления. Он может отнестись к вам с недоверием. Поэтому я бы написал не вы зависите от родителей материально, а, например, материальная зависимость от родителей. Или что родители обеспечивают молодоженов. Видите, переводим с вас. Вы материально несостоятельны на третье лицо. Молодожены материально несостоятельны. И теперь эта статья не только для молодоженов, для молодых ребят, которые хотят пожениться. Это еще статья для их родителей, для их друзей, для их каких-то там сочувствующих. То есть вполне себе нормальная тема, когда я прочитаю и кому-нибудь из друзей скину статью и скажу, слушай, вот статья толковая, почитай, может у тебя какие-то мысли возникнут. Если вы не будете нарушать границу читателя и не говорить, ты дурак, вот тогда будет лучше. То есть структурно, да, есть проблема. Ну, про Лобковского говорил. Просто лицо Лобковского уже это как бы антиштамп качества. На вашем статью про психологию просто нельзя использовать такого чувака. Он из среди психологов просто антиавторитет. Ну, хорошо. Смотрим дальше. Я разводилась два раза. Первый раз в 23 года, второй в 27. После первого брака делили собаку и холодильник. После второго я осталась одна с двумя детьми. Теперь давайте представим, ну, то есть, если бы... Сейчас покажу вам. Вот один и тот же текст. Смотрите, что я сейчас с ним сделаю. Четыре причины отложить операцию на сердце и избежать смерти. Я делала... Жилось на операционную... Давайте, наверное, на сердце. Это, конечно, сильно жестко. Четыре причины отложить операцию по удалению аппендикса и избежать смерти. Я живу, например, после первой операции... И я долго болела. После второй я осталась одна с огромным счетом из больницы. И второй вариант. Четыре причины отложить покупку робота-пылесоса и избежать лишних трат. Я покупала робот-пылесос два раза. После первой покупки я перемывала всю квартиру. Я осталась одна с пятью разбитыми вазами на съемной квартире. Одна и та же синтаксическая структура и слева, и справа. Но в одной ситуации у меня очень серьезная, очень важная для здоровья тема, в которой личный опыт одного отдельно взятого человека абсолютно не показателен. Во второй, в тексте справа, вроде бы та же структура, но тема гораздо менее рисковая. Покупка какой-то бытовой техники. В принципе, если я неправильно куплю бытовую технику, самое страшное, что мне грозит, это что мне придется перемыть всю квартиру или возместить деньги за вазы. Ладно, окей. Вот этой статье я готов поверить, потому что у автора есть личный опыт, и этот личный опыт может быть мне релевантен. Здесь я верить не готов, потому что этот личный опыт мне точно не релевантен или релевантен в очень маленькой степени. Важно понимать, где, в каких темах этот личный опыт реально может быть полезен. Поэтому здесь очень важно, чтобы был эксперт. Личный опыт в этих темах – это маленькая и совершенно не самая важная часть. Лобковский тоже, простите, это не эксперт здесь. Ну и дальше, как бы, все проблемы растут из этого. У вас с Вениамином проблемы, мы с женихом не работали, нам нашли на свадьбу 200 тысяч рублей. Это личная история. Вот эта статья прямо подойдет для журнала The Village, для журнала Вундерзин. Они берут любые личные истории, лишь бы от этих историй бомбило у их читателей. Пожалуйста, да, можно сказать, что нам потратили родители 200 тысяч на свадьбу. В комментариях говорят люди, вот вы бакланы, да вы там у себя в Москве вообще не знаете, чем с жиром беситься, и так далее, и так далее. Люди будут в комментариях бомбить, журнал будет собирать свой трафик, все хорошо. Но Вундерзин и Вилледж это журналы, ну, такие, как скажем, развлекательно-развлекательные для привлечения трафика. Я хочу, чтобы вы делали более глубокие штуки, и чтобы вам потом не было стыдно за то, что вы пишете. И мне кажется, что здесь вот просто личный опыт не делает эту работу глубокой, а скорее делает ее даже вредной. Как много людей скажут, да, мои отношения явно нездоровые. Вы подумайте, ведь когда вы... Когда вы живете с каким-то другим человеком, можете ли вы со стороны оценить, что ваши отношения явно нездоровые? А если вы можете оценить, почему вы выходите замуж, или почему вы женитесь? Кажется, что вот эта оценка со стороны, ваши отношения явно нездоровые, не поможет человеку, который сейчас готовится, жениться. А человеку, который уже, типа, это оценил, это осознал, это ему не поможет как-то поменять свою жизнь. То есть вы исходите из позиции, как правильно, совершенно не учитывая то, почему люди оказываются в этой ситуации. Как бы можно было бы сделать? Давайте, смотрите, было так. Ваши отношения... Изначально был заголовок. Ваши отношения явно нездоровые. А можно сделать так. В отношениях есть трудности, но мы притремся. Вот это гораздо глубже. В этом читатель может узнать себя. Он может себе говорить перед тем, как пойти в ЗАГС. Ну, да, конечно, она там сложный человек, или он непростой человек. Но, ладно, мы справимся. То есть в ваших заголовках не должно быть оценки читателя, не должно быть чего-то, от чего сам читатель может почувствовать себя неудобно, как бы не в своей тарелке. Читатель должен быть всегда в порядке. Читатель должен видеть отражение своих чувств, говорить, да, это очень жизненно, это очень про меня, но ни в коем случае никогда вы не должны говорить, ты дурак. Кроме ситуации, когда вы специально договорились с читателем, что вы будете ему говорить, что он дурак. Это есть такие отношения, они абсолютно, ну, скажем, нормальные, если у вас с ним есть такой договор, но просто там со стороны заходить, говорить читателю, ты дурачок, так не надо. И вот ваши отношения явно нездоровые, это из этой серии. Вы читателю говорите, ты дурак, у тебя нездоровые отношения, что же ты дурачина, ничего не понял. Ну, картинка, иллюстрация тут ничего не делает. И в конце. Не торопитесь вступать в брак, культивируйте осознанность, делайте зарядку, будьте счастливы. Вот прямо есть об этом статья. Про советы, которые хрен выполнишь, как потому что вы, когда вы пишете о них, вы не учитываете то, как люди живут, как люди мыслят, как люди принимают решения. Вы возвысились над ними на небесную высоту и сверху вещаете, как им правильно жить. Никто на это в здравом уме реагировать не будет. Это просто пустые, плохо структурированные советы. Так делать не надо. Хорошо, а как надо? Вы говорите, не торопитесь вступать в брак. Да, вы написали, не торопитесь вступать в брак. А теперь нужно задать себе вопрос, почему люди могут торопиться вступать в брак? Тогда нужно сказать, в 20 лет вам может казаться, что... И что тебе может казаться в 20 лет? Расскажите об этом. Передайте человеку его возможные чувства, которые им в данный момент движут. Вы можете думать, будто это единственный человек в вашей жизни, и вы никогда никого не встретите. Вы уверены, что именно этот человек что-то, что-то, что-то. И с этой точки зрения единственный логически верный или логичный шаг – это жениться. Но если так сделать, скоро окажется, что и дальше что там скоро окажется. И тогда вам придется... Что делать, да? И можно дальше вот так написать. Это не смертельно. Тысячи пар там в России каждый год проходят через это, и так или иначе как-то с этим справляются. Но если... И теперь мы предлагаем решение. Но если вы хотите, не знаю, обезопасить или обеспечить, или что-то там, что вы хотите, прямо сейчас задайте себе три вопроса. И дальше три каких-то супер качественных вопроса, которые заставляют тебя задуматься о целесообразности этого брака. Вот тогда это будет глубокая работа. Но эта работа необходима, чтобы вместо вот этой фразы не торопитесь вступать в брак, не совершайте глупых поступков, старайтесь думать головой, а не думать задницей. Вот это вот банальные советы, которые еще как бы контекстуально имеют в виду, что читатель дурак. Вместо этого нужно максимально встать на его сторону, максимально как бы войти в его положение, встать, как бы занять его место. И заняв его место, попытаться воспроизвести его образ мысли. Попытаться максимально качественно как бы провести его за ручку по его собственным мыслям. Показать ему, что он в порядке, думая эти мысли, что с ним все нормально, что он в безопасной среде. Если он вам сейчас доверяет, если он к вам прислушивается, он не дурак, наоборот, он молодец. И только через это вы сможете вызвать у него доверие, чтобы он прочитал и в нем, в нем, в общем, поверил вашим следующим словам. А ваши следующие слова это, ну, во-первых, вы здесь говорите, это не смертельно, вы подчеркиваете, если ты сейчас совершишь эту ошибку, ничего страшного в твоей жизни не произойдет, кроме того, что тебе придется потом разводиться. Ты не дурак, ты в порядке, с тобой все в порядке, даже если ты ошибешься. Но потом ты говоришь, но если ты не хочешь ошибаться, вот тебе некий дополнительный инструмент, смотри на них, задай себе эти три вопроса. И эти три вопроса, это ты им не говоришь, думай так, ты ему задаешь наводящие вопросы, чтобы он сам пришел к нужным нам выводам. Ну, эти вопросы могут быть типа, что если через год тебе встретится человек, который вызовет у тебя такие же сильные эмоции? Как ты поступишь с тем человеком, с которым ты сейчас? Например, первый вопрос. Заставляешь его представить некую ситуацию, которая вполне возможна. Смог бы ты полностью отказаться от секса с этим человеком прямо сейчас? Что будет, если в вашей жизни полностью пропадет секс? И дальше объяснить, что либидо со временем там уменьшается, людей уменьшается частота секса после того, как они там вступают в брак, и дальше там об этом можно рассказать. И третий вопрос, это что если завтра этот человек охладеет, не завтра там, а через год этот человек охладеет к вам? Как вы будете расставаться? Вы же, ну то есть мы подсказываем, что ты-то может быть супер честный и супер вообще замечательный, хороший, молодец, но другой-то человек может охладеть к тебе? Как вы тогда будете расставаться? И вот если после всех этих вопросов у вас там типа есть четкие ответы, у вас не осталось сомнений, кажется, вы уже готовы к браку. Но если остались сомнения, тогда что есть повод подумать? Там или есть повод не жениться прямо сейчас, а пожить какое-то время вместе, испытать друг друга в быту, посмотреть, как изменятся ваши отношения за год, и только после этого принимать решение о браке. Вот, ну то есть подумать не с точки зрения, как правильно, а с точки зрения того, где человек может совершить ошибку, почему он может эту ошибку совершить, и как нам сделать так, чтобы совершая эту ошибку человек не чувствовал себя дураком рядом с нами. И вот если мы сможем ответить на эти вопросы, тогда у нас будет реально качественная глубокая статья. Вот так. Друзья, я обещал вам сделать пять, но я, честно, уже не в состоянии разбирать дальше, уже сильно позже, чем я планировал, и видеоролик этот получается довольно длинным. Тут, в общем-то, неплохая работа, как сохранить работу и репутацию, если начал отношения с коллегой. Ну, тут Дима говорит, готов встречаться с коллегой, но кандидатки не нашлось, я коротко скажу. Ну, и типа, если не нашлось кандидатки, что ты мне залечиваешь тогда? Почему я должен верить тому, что ты рассказываешь? Дальше красивые прямоугольнички, которые ничего не рассказывают. Изучить кодекс этики. Здесь примеры. Сходить в отдел кадров. Ладно, рассказать об отношениях норм. Ну, какое-то, в общем, не знаю. Можно сделать комплимент, обсудить фильм на вечер. Нельзя выяснять отношения возле кулера, заниматься сексом в переговорной. Ну, про это надо сказать, что... Слушайте, ну, какова вероятность, что люди, которые знают, что их могут поймать в переговорной, будут там заниматься сексом? И какая вероятность, что этим людям нужен совет от Димы Лукина, который готов встречаться с коллегой, но кандидатки так и не нашел? Какова вероятность, что это этим людям будет ценно? То есть, может быть, этим, кстати, вот... Что-то у них тут происходит, да? Это ситуация, когда человек без опыта пытается учить людей более опытных. Или у которых опыт уже присутствует. Это просто смешно. Поэтому, ну, сори, ничего тут хорошего я про эту работу сказать не смогу. Вот. Это не последнее видео с разборами. Я постараюсь завтра еще вернуться к вам с еще одним клипом про какую-нибудь другую тему. Не обещаю, что завтра, но постараюсь в ближайшие дни. В целом, хочу еще записать парочку, чтобы посмотреть на разные темы. Наверное, про потребительское. Наверное, про финансы. Но посмотрим, как сложится. Вот. Надеюсь, это было полезно. И я очень хотел бы, чтобы те ребята, которые будут учиться на второй ступени, чтобы вы реально вникли в то, о чем я сейчас вам говорил. Потому что это, ну, самое передовое знание о редактуре, которое вы сейчас можете получить. Думайте об этом. Читайте статьи, которые я приложу в описании, ну, просто в посте, когда я это все опубликую. Про буратинок, про полезное действие, про вложенную структуру, про банальные советы. Вникайте в это, друзья. Обо всем уже написано. Ваша задача просто внимательно на это смотреть и стараться это перенимать в своей работе. Чтобы я при разборе потом не говорю, ребята, ну, об этом уже 200 раз написано. Ну, все. Это были самые жесткие работы, самые вызывающие у меня наибольшее сопротивление и споры. Дальше будет полегче. Надеюсь, это было вам полезно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok